всем привет у нас прошла первая неделя с Аней и сегодня мы разбираем результат насколько мы снизили вес какие сложности были и Аня расскажет насколько ей жизнь изменилась с внедрением программу питания вот итак у нас за неделю получилось 3,9 килограмм практически 4 килограмма это результат очень хороший я вообще думала что у нас так будет за месяц но мы уже перевыполнили вот и у нас немножечко пошли объемы там 4 5 6 7 8 потому что две руки две ноги 9 9 сантиметров в объемах вот пока что это уходит вода это нормально и на первом этапе всегда вес идет чуть быстрее и естественно так не будет каждую неделю поэтому следующая неделя скорее всего вес будет останавливаться вот Аня скажи как у тебя прошла первая неделя замечательно во-первых взяла посмотрела рецепты спланировала себе рецепты на день что-то даже на следующий день подготовила продукты ты прямо записываешь планируешь или просто просмотрела и себе нет на маленьких листочках пока я записываю на планирую вести прям дневник просто следующей неделе начну дневник вести дневник есть но просто почему-то вот так вот со временем не всегда все быстро получается но планируем но с дневником кстати это классно но это единственно что вот если это будет много занимать времени тогда может быть и не стоит то есть надо попробовать кому-то прям хорошо вот все планировать на 6 те люди которые себе в ежедневнике планируют каждый свой день и вот они прямо ведут вот у меня честно говоря получается так я покупаю красивый ежедневник до его несколько дней первые листочки потом бросаю вот что-то это не моя история но надо попробовать у всех разные характеры я тоже купила хороший красивый ежедневник именно для похудения там где уже все написано лишнее писательно только вставляешь свои данные и вот контролируешь в течение недели да то есть но хочется чтоб красиво было а я пишу быстренько и некрасиво на маленьком листочке его вкладываю туда потом перепишу ну да его выделять на это время там и вечером когда ужинаешь там сесть спокойно бывает так что он просто идет уже не так как ты спланировал а вот бывают такие форс-мажорные ситуации где ну тоже надо записывать вот и эти были моменты скажи насколько сложнее теперь вот усложнилось твое приготовление еды насколько дольше насколько вот этот момент он всегда просто самый интересный самое интересное ну то есть времени побольше теперь нужно да потому что не знаю всех рецептов это единственное что наверное меня вот так сейчас занимает время рецепты и время да вот чтобы потому что здесь я кушаю только по по программе по поэтому что-то смотрю что-то могу приготовить на два дня что-то могу приготовить заготовки только на сегодня бывает так что у меня я сделала количество такое определенное мясо которое мне хватит на несколько при на два приема пищи да или тоже рыбы того же гарнира да то есть и бывает даже из салата если с утра есть временно на стругаешь побольше и конечно этого хватает там себе просто откладываешь тарелку вот в себя не подъедает подъедает вот это самое опасное когда ты приготовила не только дней там приходишь был такой один момент потом расскажу позже наверно то есть немножко больше времени сейчас это занимает но это нормально то есть это в любом случае если ты приходишь к правильному питанию да чтобы это был правильно построенный день до 4 приема пищи то есть естественно что на этом у меня раньше было один раз я могла ну кроме завтрака один раз покушать да потом чего-то так пошла накидалась это тоже не полноценный прием пищи с тарелки да там что раз раз там с детишками поэтому сейчас это занимает столько времени сколько по идее должно занимать у человека да не то что как у меня раньше было поэтому я считаю что это правильное вложение времени в себя да насколько дороже получается по продуктам но я не сказала что прям сильно дорого единственное что я сейчас в оптовом магазине мы закупили продукты но опять же мне их надолго хватит дату если вот так вот высчитывать прям по порции сколько у меня выходит ну прям копейки да даже бывает но это намного дешевле чем в ресторане но вкусно правда тарелочка но вот здесь и так вот я тогда сидела тоже думаю сколько бы моя тарелочка стоила сколько я туда потратила продуктов меньше пяти евро меньше пяти евро но может быть даже 22 евро может быть все бы это вышло по что если по грамму вообще высчитывать так два евро наверно да но то есть это прям совсем ничего делала сравнение вот мы с тобой говорили про быстрые вот эти готовы где салат с тунцом там где у нас яйцо тунец разная зелень оливковым маслом приправили так этот салат на минуточку стоит 750 у нас в кафе ну а себе стоимость его копейки правда ну то есть там одно яйцо это очень дешево плюс банка тунца и даже меньше банки там банку получается на пополам даже пополам а он там стоит ну пусть там два пятьдесят нет одно евро он стоит сейчас вот евро евро пятьдесят он стоил сейчас даже можно купить дешевле вот ну то есть у тебя реально получается около прям совсем мало да да класс я тоже я тоже думаю вообще мне это был страх что но боже мой сейчас придется столько всякой там еды на покупать до которая ну авокадо по деньгам будет дороже да 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 нет в итоге в итоге получается все намного скоро скромнее чем моих ожиданиях было да то есть какая статья расходов ушла из питания что не покупаешь что я сейчас не покупаю сладости читаем про них сразу не сказала надо было вспомнить сладости я не покупаю ну дети да такое там они резинки вот эти вот очень любят желейные на это за такое чипсики они себе оставляют да и детские то ну то есть как к этому я уже не прикасаюсь на раньше могла еще немножко сейчас вообще то есть на это даже не смотрю что сахар но я это покупаю еще они дети так кушают с мужем сахар не кушаю тебе важно утром выпить чашку кофе с сахаром да сейчас нету сахара как ты живешь я в шоке но это опять же говорю настрой да то есть сейчас мне уже молоко стало сладким вот я понимаю что она сладкая мне не надо больше то есть это начинаешь вкусы чувствовать больше они открываются да то есть майс вот сейчас скажу кукуруза насколько она сладкая даже вообще просто думаешь раньше как-то даже и сильно этого не замечал потому что много сладостей было в жизни правда я люблю сладкое я как-то вот раньше не любила потом вот после ну видать что-то меняется внутри организма и прям вот после третьего ребенка мне все время хотелось сладко особенно с утра вот вот ну еще там отголоски той системы которая у меня была да то есть утро можно есть все сладенькое пожалуйста и вот эти отголоски они вот долго как привычка уже были в жизни и правда я не представляла что я кофе могу без сахара пить ничего все вкусно класс и и я даже не уже не тянется рука к этой сахарнице да то есть вот побольше просто молока налила это такое абсолютно классный выход из положения да вкусно причем молоко мы не исключаем на здоровом питании мы за молоко еще знаешь я хотела спросить а вот за первую неделю был ли у тебя был у тебя чувство голода вот нет желание догнаться сладеньким нет абсолютно у меня так получалось что все приемы пищи были примерно четыре часа чуть меньше да не больше четырех часов я наедалась я даже не с таким голодом приступала уже к следующему приему пищи то есть мне этого хватало я даже тебе писала что мне много функция написала что это много я говорю что там когда можно было там вот это чуть-чуть убери тогда ну то есть это достаточный хороший такие приемы пищи догнаться я наверное единственное чем я догонялась это капусты кашиной нет тушеный 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 да чтобы еще увеличить объем если тебе было мало и я так то я не помню что то такое оно показалось мне мало и я наложила еще капусты но я ее съел конечно но мы у нас такой подход через волюметрическую диету то есть волюметрическая диета подразумевает то чтобы получать сытость через наполнение желудка чтобы прям полный а чем можем его наполнить прямо хорошо без жида для фигуры еще чтобы похудеть естественно овощами там где у нас практически ноль калорий вот а многие относят это к углеводам которых боятся но это не те углеводы и большинство углеводов которые в них есть они будут просто как клетчатка какая-то будет растворимая ее съедят наши микробиота в кишечнике какая-то нерастворимая она выйдет поэтому это точно не те углеводы которые усваиваются поэтому да действительно это работает поэтому у нас в программе мы не взвешиваем ни капусту никакие вот эти вот не крахмалистые овощи и ими действительно можно еще увеличивать порцию если ты чувствуешь ну ты прям голоден это кстати классный такой вот тоже лайфхак на утро но на утро или на вечер я вот себе такое нашла что если бывает такое что ты понимаешь что ты прям хочешь очень объемно поесть да я уберу два яйца хотя 2 яйца это это очень мало да вот но я вбиваю их в целую сковородку спаржевой фасоли это зеленый то есть целая сковорода этой фасоли туда два яйца и у тебя из двух яиц вырастает вот такая вот форция огромная ты прям наедаешься то есть ты съедаешь ты уже ничего не хочешь вот это прям очень хороший такой а по итогу это только вот два а по сути мы только два яйца они считают потому что все остальное ну как бы пойдет все равно транзитом и на на хорошие дела на питание микробиоты поэтому вот это классно работает да то есть мне это тоже понравилось что можно там если правда вот там есть какой-то голод друг или боишься что тебе этого мало то есть можно заготовить эту капусточку или тот же супчик и вот догнаться если там правда вот не хватило чуть-чуть так еще на первой неделе какие были у нас форс-мажоры на было и давний дом до два раза один раз два раза два раза это даже три даже три в садике праздник был у ребенка и день матери и все мамочки приходили туда что же я сделала я утром просто свой завтрак не доела потому что уже в принципе нормально мне было да и я знала с тем что я приду туда и там все равно будет накрыт стол что-то что-то будет предлагаться для мамочек и это буквально я знал что-то прям вот сразу будет то есть я мы пришли в садик и где-то через часик уже вот можешь сказать снова прием пищи поэтому не стала я никому ничего там объясняет извините я я я худею нет просто так же как и все я налила себе водичку кто-то себе предпочитал кофе еще что-то мне хватило воды вода тоже очень важно и небольшой такой багет это как батон батон да да батон вот был и такой темный прям вот там мне катя 2 даже на выбор было ну я вот помню что вот ребенку с маслом сделала и он попросил и с вареньем а себе с фришки за творожным сыром да ну спокойно съела поболтала растянула это удовольствие и не не вопросов не было ничего и и в принципе я насытилась дальше да то есть опять вот этот вот догналась очень интересно что первое вот это знаешь такое тоже сейчас вот мы с тобой тренируем навык устойчивость перед социумом да тут я не думал что хлеб с вареньем не особо соблазн был знаешь там были вы не знаю там тортики какие-нибудь не было тортиков это мне прям повезло вот но есть еще такой момент когда вот у людям неудобно перед другими неудобно отказать неудобно взять чуть-чуть вот это вот неудобно и вот это вот устойчивость перед социумом она должна тоже вырабатывается когда тебе вполне нормально сказать там да я возьму только маленький кусочек только попробую сегодня как бы не есть пришла до или там я только водичку там с вас подержу вы можете пить шампанское с вами там вот это вот устойчивость она как раз у нас с тобой формируется да это вот этого неудобно и кстати многие за этим неудобно прячут свое все-таки желание сорваться но обосновать это тем что мне неудобно было не поддержать я боялась что обидится и в итоге получается за компанию естественно срываются но там говорят ну а как я могла как как я могла то есть а хотя то это вот внутреннее решение вот ты говоришь я себя вполне нормально чувствую что внутри ты сказала себе я буду придерживаться там до той же стратегии а для того чтобы никого не обидеть я просто поддержу всех там маленьким кусочком который никак не сыграет никакой роли это 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 очень классно 2 у нас был с тобой выход потом я я не помню теперь это было до или после наверное все таки это было но это была детская площадка когда мы приехали с детьми я приехала детьми в город и они попросились на площадку а у меня папа режиму у меня прием пищи полный полный да у меня был полный как раз ну тогда мы были прям в центре города я знаю что есть магазины в принципе мне кажется магазин у детей есть вот и я тогда написала тебе что мне делать и по итогу магазин зашла купила салатик купила салатик там было совсем буквально немножечко картошки прям на низу прям я не знаю там ну не знаю там про совсем мало много-много салата а сверху был курица курица и бобовые каждой фасоль да да ну такой аля цезарь да и это было очень вкусно заправка была на заправку я прям совсем немножечко чтобы хоть чтобы не сухо было и это было очень вкусно и я прям кушала на детской площадке причем попросила подруга чтобы она мне принесла вилку так как у меня вилки с собой не было теперь она всегда с собой мало ли какие форс-мажоры вот и деткам я тоже купила перекус они тоже сидели спокойно кушали вообще как бы я себя чувствовала отлично мне теперь все равно что будут думать люди главное я думаю о себе вот это вот важно то что я начала думать о себе а что они подумают ну каждый раз на думаю тут вообще о себе только стоит и думает а я думаю ой наверное она про меня что-то думает это очень часто да и все вообще любим о себе говорить думать о себе и нам кажется что все думают и говорят только по факту там всем плевать всем пофигу а мы вот это вот надумываем сами себе поэтому я комфортно села на лавочку пришла подруга мы болтали я и предложила будешь она горит нет хорошо все мне достанется но и кушала все вообще без того что на меня кто-то смотрит как-то мне неудобно нет нормально это тоже хорошо какие есть такие варианты вне дома просто когда мы дома у нас все все идет по плану ну зачастую вне дома начинается вот эти форс-мажоры было хорошо когда они есть момент когда ты худеешь самое плохое это наверное худеть в самых комфортных условиях помнишь когда мы с тобой встречались до того как ты мне позвонила я к тебе приехала домой кости и ты мне говоришь я вот сейчас жду может быть мне выделят какую-то путевку чтобы я поехала в санаторий и там похудела там на пару недель что такое и вот мы с тобой об этом говорили я еще так думаю потому плохая идея в санаторий поехать отдохнуть до восстановиться да но похудеть в санаторий это не очень хорошо потому что там ты будешь изолирована от своего быта от детей от всего вот что у тебя здесь ты будешь изолирована у тебя все получится ты будешь ходить гулять заниматься спортом есть правильно по времени днем спать ложиться в десять вставать шесть но все будет прям вот ты приедешь домой погрузишься опять вот в эту суету и все опять развалится возможно как для начала как для старта это неплохо до начать там с отдыха это хорошо да но хорошо худеть когда ты вот прям знаешь вот в этот быт пытаешься вот это все встроить вот когда у тебя вот да ты внезапно поехала куда-то к врачу еще куда-то у тебя еды с собой не было ты нашла варианты не забыла не забила на это да но вот не постеснялась когда ты вот пришла там да и вот садик и там всех кормят вареньем и что ты сделаешь и вот когда вот эти вот ситуации и ты сталкиваешься ты столкнулась один раз этой ситуации один раз с этой с этой с этой с этой ситуации будет не миллион их будет может быть ну 50 или 100 ты по разу с ними столкнешься и у тебя будет решение на каждую ситуацию на каждую все по второму разу ты уже знаешь а если я здесь гуляю и у меня с тобой нет еды вот тут магазин и вот там на полке лежит то-то вот то есть вот это вот прямо классно что у нас такая вот идет отработка вот всего что мы говорим все что я рассказываю как ты лишь stories красиво рассказываешь и вот как раз то что я говорю у нас это с тобой все прям идет внедрение в практику вот когда ты видишь как это работает и как ты с этим справляешься окажется все получается не сложно не дорого не супер усилия не там не особо какое-то время ты там выделяешь но ты просто чего что-то сейчас выделяешь на то это внимание вот это да внимания до помнить это об этом нужно помнить вот потом у тебя была поездка к сестре или к маме у меня была на выходные до поездка к маме туда я с собой заготовочки взяла вот в принципе ну там конечно я была в гостях то есть у меня своего чего-то там своих таких дел нету домашних то есть расслабляешься но кто-то наоборот приезжает маме и говорит ну я у мамы была поэтому пришлось есть горст там это знаешь как это горку горку блинов картошечки ну я же мама была не хотела маму обидеть нет 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 тут поддержка полная идет и от от моей сестры и от мамы и от моих подруг спасибо всем огромное и вообще всем огромное спасибо кто пишет это очень приятно это мотивирует и конечно трогательно очень короче мама тебе блины не делает нет нет причем и алкоголь тоже не присутствовал да то есть от этого тоже как-то спокойно ну как сказать спокойно не посещал это мысль да то есть соблазна не было вот потому что ну как бы есть бутылочка вина на то есть она стоит и я и просто так сказала что не сейчас не сегодня и вообще мне это как я себе не запрещаю ой мне нельзя ой нельзя и это потому что потом начинается прям скрести как это нельзя ну почему нельзя можно а почему тебе нельзя да нет тебе можно но не сейчас да то есть ну вот когда нибудь как добьешься результата раз пьешь шампанское да то есть как вышла из ситуации с питанием у мамы ну я кушала в принципе я я тогда забыла свою книгу и конечно же немножко я у тебя да спрашивала что как можно было еда что заготовки я с собой брала плюс я там сварила макароны заготовки это мясо рыба мясо брала с собой брала с собой сейчас уже прям вот так вот и не суженые развешенные да 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 у меня даже лоточки были такие что я вот помню накладывала что вот это вот я так пойму это и прям вот у меня все было по плану единственное что вышло вот ужин чуть-чуть сдвинулся по что дольше были с детьми на шпиль пляться то есть мы ходили гуляли мы ходили в магазин мы мы то есть вот не просто сидели вот так вот и сидели на то есть обычная активный образ жизни как всегда с детками да да с младшими ездила поддержка поддержка была все супер да здесь тоже справились последние тем более там салаты это я не знаю салаты не всегда у нас на столе да то есть никогда ты голодным не останешься такого что-то не знаю сверхъестественного готовить то в принципе и не надо то же самое что мы и кушали раньше просто теперь правильно это сочетаешь да и по количеству по тем по тем порциям которые мне сейчас прописаны до тобой вот и все у нас то и получилось что мы сделали за первую неделю просто такой подведем итог мы с тобой первое во первых ушли от перекусов убрали все сладкое и как практика показывает и это не сильно болезненно пережила я не было кому ты не писала что у тебя будет головная боль там нет ничего нет то что многие мучается смесе сильная зависимость ноги ему часу головной болью состоянием a не кайта же депрессии 倍 падением настроение вот прям есть такое да у тебя у меня было а личное настроение мне было интересно это все мне вообще было все увлекательно просчитать посмотреть какой у меня будет завтра день и какие продукты есть looks как quest правда вот мне было интересно я я к этому долго шла я себя вот прям долго к этому видать готовила и я прям с радостью зашла в этот квест потому что это интересно когда ты себе у тебя уже есть режим и ты не думаешь там а я там не поела потом приходишь так чужим не съесть и потом хомячу попала что вышел магазин из магазина едешь домой с голодными глазами а сейчас все съешь здесь нет здесь нет чувства голода я скушала завтрак обед полдник еще и вечер то есть тут вообще нет такого у меня не было головной боли единственное что что повкуснее выбрать это наверное было самое сложное какой борется сегодня взять вот и готовила конечно совсем на чуть-чуть на одну порцию потому что я правда я не знала понравится мне не понравится пока все мне заходило все мы все рецепты которые пробовала все были вкусные да и овсяна блин тоже оказался очень это просто легенда да да так нас мы с тобой отказались от сладкого убрали перекус я сейчас вспоминаю просто она анализирует то питание которое было я обязательно кстати сделаю отдельно про него видео вот уж там тоже интересно что ты ела очень мало но при этом вес рос а теперь ты ешь много а вес ходит да правда вот а разница в том что в тарелке лежит убрали перекус и убрали сладкое выстроили режим питания четыре раза до этого у тебя было три два я видела два и два раза да вот убрали алкоголь пока что еще переломки не то это хорошо за первую неделю мы не внедряли тренировки то есть мы без физической активности абсолютно снижали вес вот пока мы только фокусируемся на питании и стараемся еще наладить сон спать уложишься до 12 обычно до 12 до вот и встаешь всем всем 7 часов ну принципе это норма да мне 7 часов мне комфортно до 7 часов это хорошо вот по сути вот первая неделя прошла прям очень хорошо игры я даже лучше чем я предполагала я понимаю что скорее всего там вода да вот это то что вот мы обговаривали потому что у меня нет отеков я хочу про вот заметить это классное ощущение утром что нет отеков вот я уже наверно пятый день в пятницу я уже поняла я уже такого вау классно у меня не такие ноги банки прям вот внизу прям очень много было отечности прям вот так вот нажимаешь а кожа продавливается до такой степени понимаешь что она даже обратно не это было часто с утра или вечером утром было сильно утром было сильное лицо было тоже так же прям отекшим сейчас нет сейчас мне тоже нравится положительных эффектов что почувствовал по состоянии облегчение какое-то вот вот облегчение в том что я все это делаю не зря мне нравится я понимаю что не может быть так каждую неделю то есть ну как взрослый человек да это не может быть ну каждый раз на весах и я смотрела радовалась думаю по опять что ты что снова то есть ну конечно это приятно да даже если бы он так не уходил я же знаю что могут уходить объемы да то есть это тоже интересно проверять даже вот ради спортивного интереса это интересно ну и на ощущение легкости вот уже уже ощущаю да то что вот это вот нет тяжести этой в ногах единственно что может быть вот так вот это вот только по какое блюдо выбрать сегодня вот чтобы не сегодня скушать муки выбора это так же когда приходишь на маникюр и садишься и не знаешь какие ногти ты не понимаешь просто красный черный или белый правда класс я очень довольна первой неделей вот следующий раз мы будем измеряться посмотрим как идет вес и разберем вот эти этапы снижения веса на какие они делятся на какие этапы что происходит вот потому что я подозреваю что у нас в следующий раз вес будет притормаживаться ну и пусть главное главное процесс хорошо а тогда встречаемся ровно через неделю ждем ваших комментариев и вопросов под этим видео всем пока а